Снежная сказка Несколько раз в год православные миссионеры во главе с протеереем Игорем Хованским проделывают этот сложный путь в 180 километров по крутым перевалам и откосам из села Красной Чекой в Мензу. Здесь жители восстановили древний храм, построенный еще полтора века назад, в 1861 году, в честь иконы Пресвятой Богородицы Знамение. Знамение Знамение – это знак, чудо, предвозвещение. Об удивительном знамении говорил пророк Исаия еще за 700 лет до Рождества Христова. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему – Эммануил». Именно это знамение отражает один из древнейших образов Богородицы. Сколько на Руси было чудесных случаев заступничества Царицы Небесной при обращении к ее образу знамения. Вот и в Мензе произошла удивительная история, о которой в свое время писали дореволюционные пархиальные ведомости. У бурятского ламы Лансарона Цангоева в семье умерли в младенчестве пятеро детей. Отец пришел в страшное уныние, по его словам, в груди стояла тычка. Тогда он решил обратиться к русскому богу. Пришел в казачье правление, где стояла икона Богородицы Знамения. Жители в то время собирали деньги на строительство храма. Положил в церковную кружку серебряный рубль и дал обед. Если родится ребенок, покрестит его, и когда построят церковь, пожертвуют 50 пудов хлеба. Ровно через год, день в день, у Лансарона родился сын. В святом крещении – Николай, который прожил долгую жизнь. Знаменскую церковь построили, но очень скоро она стала тесной. Почти две трети жителей летом молились, стоя во дворе. Вторую церковь побольше построить не пришлось. Началась революция. Казачью станицу разорили, из храма сделали больницу. Раньше больница здесь была, в этом здании. Потом новое здание построили, и это здание забросили. Окошки выбили, все, в общем, двери, ну, в общем, все. Скот ночевал. Вообще страшно. Вот знаете, хоть мы и безбожники были, что воспитаны-то уже при советской власти, а все равно как-то эта самая душа болела. Потом ребята собрались. На первый день мало было, на второй почти вся деревня собралась. Вычистили, вымыли мы его. Муж Галины Николаевны сделал рамы, престол, жертвенник, смастерил подсвечники. Сын сделал проводку. Благодаря семье Куприяновых из Чикоя в храме появились колокола, панькадила, канун, красивые подсвечники. Иконостас и Голгофу сделали своими руками мастера из села Красной Чикой «Звонницу» сами минзяне. Ну а купол в 180 килограмм на высоту 8 метров поднимали жители Минзы без крана и лебедок. Когда мы устанавливали купол, они его не веревками затягивали через крышу, а придумали такие, знаете, вот здесь покатины. То есть это длинные такие две лесины. Они поставили на крышу, установили этот купол и затянули его. Внизу там было 14 мужиков, вот и наверху 14 мужиков. И у меня просто сердце возликовало и возрадовалось, что все-таки жива вера-то. Вера жива. Каждое воскресенье молятся жители Минзы за своих предков-казаков, за своих близких, за детей. А когда приезжает батюшка, участвуют в таинстве исповеди и причастия. В престольный праздник всегда совершается крестный ход, общее молитвенное шествие с иконами, хоругвами и святой водой, которая призывает на село благодать Божию. В XII веке вот так же новгородцы несли в крестном ходе иконы Богородицы знамения, желая спасти свой город от нападения суздальцев. И случилось чудо. Лик Богородицы на иконе отвернулся от захватчиков, и они в панике бежали. Престая Богородица всегда помогала мне. Помощь ее была мгновенной. И по жизни я вот иду с Престой Богородицей. Сама я в храме работаю, Красной Чукой, но хочется куда-то поехать. Где-то посетить еще какие-то храмы. Тем более он очень старинный храм. Очень много благодатей. И само село доброе, теплое. Природа красивейшая природа. Просто глаз не оторвать. Чувствуется любовь. И вот этот покровь Божией Матери здесь вот просто простирается. Слава Богу за все. Наши чукойцы, они с удовольствием приняли мое предложение присоединиться к нашей миссионерской поездке. Они просто с удовольствием приняли. Тихо, как говорится, да, вот там, в глубине своего сердца, обратиться ко Господу Богу и побыть наедине с Ним в тишине. Здесь вот в отдалении от суетного, такого неспокойного времени, которое сейчас наше, наш мир постирал всех нас касается. А здесь тишина, здесь какой-то покой. И это все способствует такому умиротворению в общении с Богом. Неожиданно в этом году участниками престольного праздника в Минзе стали гости из Читы и даже из Санкт-Петербурга. Я приехал из Санкт-Петербурга, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию и после окончания был распределен сюда в двухгодичную командировку. Конечно, здесь очень красиво и люди такие добрые. Это первые впечатления, они очень теплые. Но, понятное дело, суровая жизнь в то же время, как бы такая бытовая. Ну, наверное, удивило расстояние и загруженность батюшки. Вот если у него 11 приходов и расстояние 200 километров, это ужас вообще. Это как так? Это столько ездить, это столько времени на дорогу и сил. Если бы здесь был бы священник, да, и вот в таком каждом поселке большом был бы по священнику, было бы намного легче. Дай Бог, чтобы благодать тронулась в сердца тех людей, которые здесь, и чтобы люди пошли в храм. Все приходы отца Игоря – это единый живой организм. Прихожане разных сел друг друга знают, поддерживают, участвуют в праздниках. И пусть в Минзе пока небольшая община, зато молитва здесь особенная. Чистая, не обремененная образами интернета и сотовой связи. Ведь в селе нет этих благ цивилизации. А в домах и сердцах еще теплится память о прошлом, о славных земляках и добром укладе жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова